Привет всем чужим, с вами Кентек. Давненько у нас с вами не выходило видосов по чужому. Не потому, что мне было неинтересно делать эти видео, а просто потому, что повода не было. Как вы знаете, чужой сейчас находится в почти замороженном состоянии. И да, я сказал почти просто потому, что иногда новости у нас с вами появляются. И сейчас, как раз таки тот самый редкий момент, когда новостей по чужому нет. Да, всё ещё нет. Но зато есть повод. И он по всем вам хорошо знакомой игре «Чужой надежда на будущее». Мне захотелось рассказать вам об изменениях, которые постигли игру и нововведениях. И заодно рассказать об игре тем, кто ещё с ней не знаком. Благо, автор игры Лапагог совершенно недавно выпустил новое видео с изменениями по игре. И о них мы сейчас с вами и поговорим. Итак, начнём, пожалуй, с мелких нововведений. Автор переработал главное меню. И выглядит оно весьма стильно. Но больше всего мне понравились новые загрузочные экраны. Разве что только непонятно, на кой хрен этот маленький экранчик. Ведь выглядит он явно не к месту. Также автор продемонстрировал нам новое небо над колонией. Согласитесь, это выглядит куда лучше того, что было. Также разработчик показал нам новую локацию. Столовая. Учебный класс нам уже показывали, но я не могу вам снова его не показать. Он просто офигенен. Ну и моё любимое. Просто великолепная комната отдыха. Просто посмотрите, как же круто тут стекает вода. Ну, вы ведь узнали эту комнату, да? Точно такая же была во втором фильме. Также разработчик показал нам самую обычную жилую комнату колонистов. И я напоминаю, что в игре не будет комнат, в которые невозможно попасть. Вы сможете побывать абсолютно в каждом углу надежды Хадли. Излазить все подвалы и вентиляционные ходы. Игра никак не будет ограничивать ваше перемещение. Ну, разве что только замки на дверях. Но их всегда можно будет взломать. Далее разработчик демонстрирует симуляцию жизни NPC. Работы в этом направлении еще много. Но по сравнению с тем, что было, все стало гораздо лучше. Ну, и новые геймплейные элементы. Такие, как ползание раком. Да уж, вот что действительно от чужого спасет. Но это не придиркает. Я просто так ради шутки сказал. Также в данном видеоролике все же есть некоторые недоделанные элементы, на которые хотелось бы указать автору. Преодолевание препятствий. Это отличная идея. Но когда герой перепрыгивает через ограду, камера слишком сильно трясется, из-за чего начинают болеть глаза и кружится голова. Надеюсь, в будущем это исправят и сделают камеру более плавной. Далее нам показывают взаимодействие с предметами. И тут мне, если честно, добавить нечего. Кроме вот этого вот кадра. Да, я знаю, что погрузчик был нам показан уже давным-давно. Но он, если честно, до сих пор не дает мне покоя. Я просто понять не могу, как он будет реализован в игре. Мы будем на нем драться с чужим? Или он нужен будет для того, чтобы ломать какие-либо препятствия? Если мы будем драться на нем с чужим, то как эта драка будет реализована? В общем, поживем, увидим. Кстати говоря, система взлома электронных замков просто шикарна. Очень оригинальная и удобная. В любом случае, слава богу, это не то недоразумение из Фоллаута. Но это уже мое личное. Ну и самое главное. Звезда всей игры. Чужой. Наверняка вам интересно, как же он будет выглядеть, как он будет двигаться и так далее и тому подобное. И скажу честно, все, что связано в этой игре с ксеноморфом, сделано очень даже неплохо. Во-первых, хвала королеве матери, Лопогог поправил анимацию чужого. Она больше не резкая и рваная, а стала более мягкой и плавной. Но самое шикарное, это физика хвоста. Он просто шикарен. Это почти так же круто, как и в Alien Isolation. Однако, пока становится непонятно, он будет только как декорация или как в изоляции, и по нему можно будет определить состояние чужого. Например, когда хвост просто телепается за чужим, значит чужой спокоен. Когда чужой поднимает хвост дыбом, значит он напряжен. А если вкручивает хвост в спираль, то значит пора, блядь, вообще сваливать, а иначе он просто оторвет твою маленькую башку. Короче говоря, тебе конец. Будет ли реализовано это в игре? Увы, я пока этого не знаю, но автор обещает, что искусственный интеллект чужого не раз удивит. Ну что ж, глядя на всю проделанную работу, доверие эти слова у меня вызывают. Также автор продемонстрировал органы чувств чужого, как они будут работать. А также, как мы видим, чужой будет изучать обстановку, в которой он охотится. И это весьма интересно. Такого даже в изоляции нам не показывали. Хотя в изоляции это и особо не нужно было, но в этой игре это будет крайне интересная фишка. Подводя итоги, хочу сказать, последние изменения в игре выглядят просто шикарно. Также автор обещает демоверсию уже в ноябре. То есть в этом месяце. Когда конкретно он не сказал, а значит демоверсия выйдет уже со дня на день. Что просто не может не радовать. Я с нетерпением жду эту игру, ибо возможность походить по той же самой надежде Хадли, в которой разворачивались события второго фильма, это, наверное, мечта всех фанатов чужого. На этом, пожалуй, мое видео подошло к концу. Ссылка на игру в описании. Ждем демоверсию. И да, кстати, в игру можно поиграть уже сейчас. У автора запаслась еще одна старая демоверсия игры. И вы ее можете установить на свой компьютер, как я уже говорил, прямо сейчас. В общем, как я уже сказал, ссылка в описании. Комментируйте, оценивайте, подписывайтесь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»